Агентство теленовостей представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. По всей Беларуси працуют геологичные доследшие бригады, вышуквывающие корыстные залежи, якими богата наша земля. В районе Глузка проводится глубинное буренье на выявленье нафты. Пробы грунту. Материал для дальнейших грунтовных анализов. Казочно меняется пейзаж города. Старожитный полос перетворяется в бойнейший центр химичной промысловости. Поболь с городом на березе заходней звены раскинулась великая будовля. Узводится бойнейшее нафтоперепроцовшее предприемство Советского Союза. В новом городе нафтовиков будет около 40 тысяч жихоров. 26 видов гаручих и смазочных материалов будет выпрацовываться тут с волжской нафты. Есть в Беларуси и своя нафта. Ее знайшли геологи на полдню республики в Полессе. С каждым годом все вполне раскрывает щедрая белорусская земля своей богатой перед господаром советским человеком. Вы видите новое предприемство опаливанной промысловости республики. Это торфобритетный завод «Усвежбук», который известен в богатых торфом местах на Витебшине. Бритетный завод «Усвежбук» – два раза калорийный обычный торф. Одна его тонна заменяет 40 кубометров дров. Усе вытворческие процессы на заводе механизованы. В конце семи годов торфяная промысловость республики будет выпускать амаль полмиллиона тонн бритету в год. До корыстных выкопней в нашей земле добавилися еще соль и бурый вуголь. Знайдены могутные залежи калийных солев. На их базе будуется Старовинский калийный комбинат. Его могутность – миллионы тонн штучных угноеннив и тысячи тонн с поживной соли в год. Долгим и нелегким был шлях белорусских геологов до нафты. Десятки год пошуков и на рыжце минулой осенью забили могутные фонтаны. Буровая не знает перерыва. Круглые сутки включен двигатель, гудят насосы, вертится алмазное долото, прорубаясь сквозь толщу земли, сквозь соли, известняки, на пластование кремниевых пород. Старая легенда, сгаданная Владимиром Короткевичем, говорит, что, когда Бог делил землю между народами, белорусам он дал реки полные, пушки неомерные, озера неоличенные, подземные оскарбы не вычерпные. Правда, уодрознение от того, что на видовоку, их треба расшукать.